Добрый день! Сегодня в нашей программе будет некая интрига. Например, как улица Спиридоновка в Москве может довести до острова Корфу. Спиридоновка, сколько чувств она рождает, точнее это имя, название рождает в сердце любого москвича. А сколько тайн предстает перед каждым гостем столицы. Ведь в этой улице настоящий мини-музей. Здесь можно познакомиться как раз со Старой Москвой. Город предстает в миниатюре. На Спиридоновке в миниатюре часть Старой Москвы. В самом начале улицы у Никитских ворот знаменитый особняк Рябушинского. Визитная карточка московского модерна, провозгласившего исцеление жизни красотой, которую творит искусство. На этой улице известный особняк Савы Морозова, стилизованный гениальным шехтелем под средневековый замок. Как раз напротив этого строения выселась когда-то и церковь в честь святителя Спиридона. За три века своей жизни Спиридоновский храм стал свидетелем многих исторических событий. В июле 1918 года, почти сто лет назад, после получения известия о расстреле царской семьи, в этом храме открыто совершили панихиду. В 1930 году церковь святителя Спиридона была разрушена, чтобы освободить место под строительство в престижном районе Москвы нового экспериментального дома. Только лишь великий подвижник Петр Дмитриевич Барановский успел сделать необходимые обмеры. В середине 30-х годов прошлого века на месте храма выстроили большой серый жилой дом треста теплобетон в стиле конструктивизма. Он был построен из редкой технологической новинки – теплобетона, то есть бетона с теплопроводным наполнением. Теперь Спиридоновскую церковь помнят только исторические соседи, а ныне храм в честь святителя Спиридона в Москве возводится в Коптево. Еще заметим, что на Спиридоновке в одном из особняков расположилось посольство Греции в России. Наши сегодняшние герои – очень частые гости этой страны, а Россия и Греция объединяет вера православная и святитель Спиридон Тремифутский. Христос Воскресе! Мы переживаем прекрасные дни от Пасхи до Вознесения. Всегда приветствую этим радостным таким посланием. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! И сегодня мы, по нашей, может быть, такой негласной традиции, отправляемся в другую страну, как бы ни покажется вам странным. И страна это самое замечательное, красивое, теплое, южное, где живут прекрасные, замечательные люди, которые нам когда-то, более тысячи лет назад, и передали вот эту христианскую веру. И эта страна, как вы, наверное, догадались, конечно же, Греция. Но попали мы не с вами ни в Грецию, хотя вы обязательно к ней прикоснетесь. Мы будем готовить изумительные греческие блюда, и вы можете почерпнуть для себя очень много нового и интересного. Самое главное, вкусного и полезного. А героями нашей сегодняшней программы мы у них уже были. Но мы решили вот эту традицию продолжить и прибыть именно в радостные пасхальные дни. Это такая штаб-квартира, которая находится в ресторане-кафе «Буржуа», который... и штаб-квартира фестиваля, международного фестиваля христианской культуры. Сквозь века, вот вместе, сквозь пространство, расстояние, время, эти люди идут по жизни. И они очень многое знают о Греции, о ее традициях, о святителе Спиридоне. И потому что, несмотря на все ужасы дипломатической ситуации нынешних дней, Греция остается одной из самых добрых и доброжелательных для России стран. И, наверное, нам надо рассмотреть, чтобы все отправлялись в Грецию. И вы этому способствуете, делаете все для того, чтобы это осуществилось. И сейчас у вас, наверное, огромная идет подготовка к очередному фестивалю, который будет уже третий, юбилейный. Что сейчас делается? Добрый день! Конечно же, мы совсем не бездействуем. И, так сказать, весь этот год действительно активно ведется подготовка к третьему юбилейному фестивалю. Ну, собственно говоря, сейчас опять-таки уже у нас отработан выбор участников, которые будут участвовать в августе месяце и презентовать нашу программу. Ведутся активные переговоры, ну, по, так сказать, непосредственному плану действий, что, во сколько, где, какие мероприятия у нас будут проводиться. Также на какой площадке, потому что, в общем-то, мы стремимся к тому, чтобы наш фестиваль становился с каждым годом все масштабнее и масштабнее. Но вы мне обещали, что будет еще кулинарная составляющая. Конечно. И вы теперь россиян учите греческой кухне, а греков, наверное, российской. Конечно. Вот это тоже очень важная составляющая, так сказать, обмена нашими культурными традициями, безусловно. И что у нас сегодня в меню? Что у нас сегодня в меню? Ну, конечно же, наша любимая греческая история. Мы не могли обойти великолепную сырную тему, так как сыр любят все. Ну, редкий человек не любит сыр. А Греция богата этим продуктом и разнообразием этого продукта. И вот сегодня очень хочется представить сыр. Он может быть известен не всем. Он не так, не столь популярен, как, например, брынза или фета. Но он очень достоин внимания. И вот мы сегодня попробуем показать, как легко можно приготовить этот сыр. Теперь можно его, самое главное, приобрести у нас в стране. Он продается, ну, очень во многих супермаркетах. Он продается очень во многих интернет-магазинах, которые поставляют продукты. Вот такой замечательный сыр. Он называется халуми. Продается, да, вот в такой упаковочке. Как правило, упаковочка закрыта в вакуум. И это позволяет ему долго достаточно храниться, как и просто в холодильнике. И можно даже, в общем, честно говоря, для длительного хранения хранить в морозильной камере. Ну, в этом случае, что называется, прекрасный питательный продукт всегда под рукой. Он с санкциями. Расскажу про него, конечно. Не подвергся. Сыр, нет, он санкциям подвергся. Мы научились этот сыр делать самостоятельно. То есть это делают уже наши фермеры, наши производители сыра. Да, по греческим рецептам, безусловно. Юля, выберите, пожалуйста, что же на вас вот смотрит. Какая булочка. Вот, например, такая. Ближайшая. Это как раз, наверное, оптимальный размер для хорошего, вкусного, питательного бутерброда. Итак, мы его разрежем на две части. А вы можете продолжать беседу, а я потихонечку буду комментировать и рассказывать то, что я делаю. Паш, ну вы президент фестиваля. Как вы себя ощущаете президентом? Это же, прежде всего, ответственность, Юля. Вы же понимаете, что возлагается каждая деталь. Взаимоотношения с Грецией, это свои дипломатические, культурные. Вы уже научились дипломатии? Я думаю, что да. Что у греков можно взять для нас, и что нам, может быть, больше всего не хватает. А у них это есть. Мне кажется, солнечного настроения, прекрасный улыбок. Мне кажется, Корфу, да, это удивительное место. Мы не можем за всю Грецию говорить именно о Корфу. Это удивительный остров, удивительные люди. Там смесь между византийской, да, в Византии и венецианцами, все-таки не были под... Переплетение культур. Да. И, конечно, это удивительно. И в кулинарии это тоже мы очень четко прочувствуем. То есть позитив и больше улыбок. Да. Конечно же позитив, конечно же улыбки. И вы знаете, некая такая расслабленность и немножко такое философское отношение к жизни. Ну, немножко этот круговорот и наша суета нашего города, она немножко нас поглощает. И вот нам не хватает глотка этого свежего воздуха. А греки, они действительно очень мудрые. Они умеют совмещать работу, они умеют совмещать отдых. И самое главное, что они все очень религиозные люди. Они встают с молитвой и ложатся с молитвой. Мне кажется, это очень важно. И вот то, что, наверное, хочется почерпнуть, это вот такую вот размеренную философию жизни. Так, что мы делаем? Мы разрезали наш сыр. Набреваем в сковородочку для того, чтобы булочку подсушить. Прежде всего слегка смазываем маслицем. Маслицем немножко. Немножко. Таким вот образом смазываем маслицем. И кладем в булочку для того, чтобы она у нас подсохла. Побывав один раз на фестивале России и Греции и на этом событии, мне кажется, на всю жизнь запомнится это участие. Ну а почему вот среди сомна, огромного сомна святых, и русских святых, и вот наших общих святых, вы выбрали все-таки святителя Спиридона? Ну я бы не сказал, что святитель Спиридон всегда пересекался с нашей Россией. Это уже с Ивана, с времен Ивана Грузного. С 16 века, с 16 века, наша знаменитая Спиридоневка. Ведь это часть нашей истории, это часть, так сказать, нашего замечательного города. Великолепная улица в центре Москвы. И если вспомнить историю этой улицы, то, в общем-то, когда-то это ведь так называемое козье болото. И ведь вот, я не помню сейчас имя, я когда читала очерки итальянского путешественника, он писал приблизительно так, вот простите, не помню его имя, что я увидел коз, которые, диких коз и зайцев в огромном количестве, которые, соответственно, пасутся на этих болотах. Козы-то, в общем-то, были совершенно не дикие, просто там были действительно заливные луга, и московские жители выпускали пастись туда своих коз. И, можно сказать, они там паслись без присмотра, поэтому такое впечатление создалось. На самом деле, они, конечно, были никакие не дикие. Но и в те времена это еще было таким неким загородом, все равно не центром. Конечно, конечно. Сейчас понять, да? Совсем без центра, безусловно. Это сейчас понять нам тяжело, да? Это уже центральная улица, можно с Феридоновкой, действительно. Так, конечно. Хлеб поджарили. Хлеб у нас поджарился? Павел, как у нас? Да, да. Вот стоит с хлебом. Нет, мне кажется, еще чуть-чуть. Еще немножечко, да. Еще немножечко. Так, а я тем временем, посмотрите, взяла замечательный спелый помидор. Вот где-то половиночку этого помидорчика порезала. Наши тостики поджарились. Вот такие они замечательные, румяные. Мы порезали спелый помидор. Выложили сюда одну долечку чесночка, который просто мелко порезали, измельчили. Конечно же, немножко соли. Конечно же, немножко черного молотого перца. Это базилик. Ну, как же без базилика? В греческой кухне. Ой, это вообще один аромат чего стоит. Один аромат чего стоит. Поэтому немножечко базилика. Вот он нам даст как раз нужный нам вкус и аромат. И, Павел, где-то вот тут было маслице с орегано, с любимым нашим орегано греческим. И вот мы немножечко капнем сюда маслице. Прекрасно. И вот такое вот. Мы не только визуально перенеслись, но уже как бы на реальности чувствуем. Запах вообще уже где-то море шумит. Да, да, да. Если слух, то море шумит. Последняя заготовочка, которая нам нужна для нашего блюда, это баклажан. Баклажаны греки очень любят использовать в очень многих блюдах. Их любимое блюдо мусака. Ну, вообще, честно говоря, они очень много делают всевозможных вариантов. И пирогов, когда используют. Пироги есть из баклажанов? Пироги из баклажанов, конечно, конечно. Мне сейчас нужно их поджарить до золотистой корочки. Это важно. Степень ответственности номер один. Чувствую, чувствую. Чтобы не сгорели. И делаем такую заготовочку. Вот томаты с чесночком, с ароматным маслом. А как вы соединились, Паш? Что Аня стала для вас главной помощницей, помощником. Да, они вообще идеолог нас. Батюшка Спиридон. Как тут еще сказать. И встретились, и познакомились. Мы в храме у батюшки Спиридона. И, в общем-то, у нас была чудесная совершенно поездка. Такая великолепная, счастливая. На Рождество Христова. На Рождество Христова. Вот, и мы... То есть, это случайная встреча? Это не случайная. У нас, Паша, безусловно, можно сказать, случайная встреча. Но когда мы познакомились, мы поняли, что все случайности не случайные. Пожарили баклажаны. Паш, отлично, справился. Просто великолепно. Благодарю. Великолепно. И теперь мы взяли... Навык есть. Да, сковородочку. Буквально смазываем немножечко маслицем. И теперь сыр халуми. Да, мы его действительно поджариваем. Все, до румяной корочки. Кто становится участниками фестиваля «Россия-Греция» вместе сквозь века? Ну, мы с коллегами с урокомитетом определили, у нас есть положение, по которому у участников проводится отбор. Но у нас с 17-го года добавилось такое социальное направление вывозить из детских домов, из православных, из светских детей, которые могут петь, выступают хоры. Это тоже одна из наших задач – показать детям Грецию, приложиться к мощам святителя Спиридона, рассказать об этом святом. Да, помимо фестивальной программы дети посещают экскурсии. Дети, опять-таки, имеют возможность покупаться в море. Это самое лучшее – съездить в место, попутешествовать. Это самые запоминающиеся моменты детства. Мы его обжарили. И теперь финальная стадия. Неужели? Да, финальная стадия. Мы укладываем наши замечательные бутербродики питательные. Представляете, вот такое замечательное блюдо получить на завтрак, а? Кто бы это ни мечтает. Представляю, только бутербродиков два, а нас три. А, это не проблема. Это делается все очень-очень быстро. Так, теперь мы возьмем наш тоненький баклажанчик. Укладываем его вот так вот красиво, художественно. И еще один. И еще один. Так. Итак, на финал. Единственное, что я могу сказать, что мы обязательно продолжим традицию приготовления греческих блюд. Потому что тема неисчерпаема. Тема совершенно солнечная, создающая радость, хорошее настроение. Поэтому все, что могу сказать, мы с вами не прощаемся надолго. Мы всегда открыты к новым идеям и каким-то мыслям. И, в общем-то, это будет великолепно, если мы получим обрядную связь. До свидания. Всех благ, всего хорошего и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»